Доброго времени суток, уважаемый зритель! Сегодня я хочу познакомить тебя с проектом Medlo One. Это платформа для масштабирования экономики токенов. Medlo One это самая мощная в мире платформа для разработки децентрализованных приложений, которая работает со скоростью традиционных веб-предложений. Их децентрализованная база данных и система поощрения на основе алгоритма для доказательства репутации Proof of Reputation составляют инфраструктуру, благодаря которой торговые площадки, социальные сети и приложения поколения Web 3.0 будут работать так же быстро и эффективно, как их централизованные предшественники. Сразу давайте разберемся с сайтом. На сайте нам предлагают посмотреть обзор, дорожную карту, продажу токенов, белая книга, то есть это документ, в котором вписывается все. Как мы видим, вот нам предлагают на разных языках прочитать и введение, и белую книгу. Посмотреть команду, посетить соцсети и перейти в чат в Телеграме. Также предлагают нам тут же зарегистрироваться. И мы продолжаем дальше. Смотрим видео, которое есть на сайте. Посмотрите вы его, конечно же, без меня, я его включать не буду. Далее нам представляют, что же такое ManLaOne. Путем интеграции нескольких ключевых технологий и протоколов, ManLaOne предлагает разработчикам платформу для разработки децентрализованных приложений, которая опережает своих централизованных предшественников в производительности, стоимости и простоте использования. Мы переосмыслили разработку веб-предложений будущего на основе веб-стэка, где нет администраторов, цензоров или единой точки отзыва. И мы видим, что нам показывают четыре слоя, которые отвечают как раз за то, чтобы эта платформа оказалась тем, о чем они и говорят. Вот мы видим межблочный узел, алгоритм доказательства репутации и децентрализация базы данных. Описано все кратенько, я думаю, сами сможете прочитать, тут все просто понятно. Почему же ManLaOne? Более простое, быстрое и дешевое решение по сравнению с централизованными веб-приложениями, с помощью которого можно разрабатывать популярные настольные приложения. В принципе, это самое главное, чтобы продукт был быстрее, проще и дешевле. Три основных качества, за которыми, в принципе, и борются все. Блокчейн с облачной производительностью, пользователи получат вознаграждение за внимание и пользу, пользователи владеют собственными данными, децентрализованное приложение, которое нельзя остановить или подвергнуть цензуре. Это очень хорошее качество, 4 качества нам показаны. И каждое качество, я думаю, вы согласитесь, действительно стоящее. И я рад, что появляется такой продукт с такими данными. Ниже приведены стратегии, и мы видим, что можем их прочитать на различных языках. Но тут есть английский, более-менее понятный для нас язык. Листаем дальше и видим дорожную карту. Тут нам представлен только 2016 год. И, как мы видим, вот 4 квартал 2017, публикация первой белой книги, то есть уже есть белая книга, потому что нынче это 2018 год. В первом квартале 2018 бета-версия. У нас уже второй квартал, и поэтому первый квартал уже завершен. Бета-версия есть. Запущено. Начало продаж токенов. Начало продаж начнется, об этом поговорим чуть позже, через несколько дней. 18, ой, 16 июля, простите, 16 июля, начинается продажа токенов. Также я хотел вам показать дорожную карту. Но хотел вам показать только для того, что я никогда сам таких дорожных карт не видел. Сейчас увеличим, чтобы было хоть немножечко понятно. И как мы видим, вот здесь расписано с 4 квартала 2017 до 3 квартала 2019. И тут все, видите, расписано, тут какие-то пометочки стоят, тут вот отметы стоят. О чем же именно речь и когда это должно начаться и закончиться. Я по образованию инженер, и мне, в принципе, свойственные такие графики. Мы делаем точно такие же. И мне очень польстило то, что здесь они так серьезно относятся к этому, к дорожной карте. Обычно же мы знаем, вот как я вам показывал, в 4 квартале это, в 3 квартале это, в 2 это. А тут вот нам показывают, что продукт вот отсюда до сюда, то есть у нас получается где-то с середины 4 квартала до конца мая будет вот это происходить. Также здесь показано. И я считаю, что нужно делать отдельное видео, чтобы разобраться во всем, что они тут сделали. Я думаю, не буду пока на этом останавливаться. Пишите в комментариях, если это необходимо, то я разберу вам их дорожную карту. Вернемся на сайт. И далее нам предлагают оценить, посмотреть их платформу. Минлован, возможно продажа токенов следующего поколения, а также ранее недоступные возможности. Тут можно посидеть, посмотреть, подождать. Тут будет перелистываться, если кому интересно. А так у нас описаны все, в принципе, их плюсы. Это просмотр компаний, сотрудничество, чат с сотрудниками Минлован. Все сообщения сохраняются в блокчейн. Автоматизированные инвестиции. Управление портфелем. ICO на базе децентрализованного автономного публичного размещения токенов. Предварительные продажи на базе технологии блокчейн. И далее нам предлагают подписаться на рассылку, присоединиться к сообществу Telegram. Я вам рекомендую подписываться на рассылку, потому что здесь нет каких-то спама, какой-то рекламы. Тут будет исключительно новости о Menlo One. Ничего какого-то постороннего, запрещенного, что будет вам захламлять вашу почту, не будет. Только нужное по делу. То есть, если вам интересен Menlo One, то обязательно подписывайтесь на рассылку. Вы ничего не потеряете, только приобретете. На этом я заканчиваю свой первый видеообзор о Menlo One. Что же я вам хочу сказать? Конечно, переходите по ссылкам в описании на сайт, изучайте его и присоединяйтесь к Menlo One. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч!